табак Эй, всем привет, с вами Дава Дым и сегодня у нас на обзоре табак Сириус и его легкий собрат Фюм Маленькая история по этому табаку пока мы еще не начали его разбирать он, кстати, у меня уже греется расскажу, как он вообще попал ко мне в руки и откуда этот табак к нам в Кальяну и ФХЛ в Москве приехали ребята официальные представители по России по Москве и сказали ребят, вот вам табак, покупайте они приехали не как я привык сразу с обзором вот тебе возьми, сними обзор они сказали, ребят у нас есть табак купите его у нас, он очень хороший мы вам обещаем мы, соответственно, не купили его мы сказали, оставьте нам пробники мы посмотрим прокурим и, если что, потом купим если он нам понравится потому что у нас там и так слишком много разного говна от меня остается которое мне привозят и на которое я, собственно, даже не снимаю обзор это все там лежит в Кальяне и, собственно, это никто не курит и это все лежит мертвым грузом и занимает много места поначалу мы думали это такой же табак, который сейчас мы покурим, он нам не понравится и эти пробники у нас заваляются там очень-очень долго забили мы один вкус покурили никто такого вау эффекта не встретил так, покурили ладно, покурили там еще покурили еще и потом до нас дошло, что это то, чего не хватает реально на рынке это альтернатива нахлы старой нахлы я ее так назову но всегда есть много но когда мы начинаем разговор о нахле он не настолько креп как хотелось бы если, грубо говоря, нахла у нас на семерку-восьмерку шла да, старая то это шестерочка такая шесть шесть с половиной, возможно даже пять с половиной а фью это стабильная пятерка это легкая линейка а сириус немного покрепче и что получается дальше и мы понимаем, что эти вкусы нам очень зашли тем, что они обычные а именно это самый обычный табак который был когда-то давно в 2012 годах который можно просто курить и наслаждаться этим без всяких вау-эффектов да, там и без всяких там супер вкусов типа арахиса миндаля и сыров и так далее да, не спорю, эти вкусы крутые кому-то они заходят но это просто обычный табак когда я им сказал, что я хочу снять на ваш продукт обзор они мне прислали две брошюрки на этот табак и собственно прислали вот такие бирочки, про которые я попозже расскажу так вот, табак сириус это черные банки по вкусам у них очень интересные вкусы в плане для меня черный виноград лимон кактус лимон двойное яблоко тростниковое мято арбуз вишня персик малина виноград и клубника ничего фантастического в этом нет линейка фьюм она более легкая и что у них здесь пряный банан боблгам корица мультифрукт лимон манго апельсин орбит конечно честно признаюсь многие вкусы не зашли табак курица хорошо дымно очень уверенно к жару относятся но вот мне лично по моим предпочтениям многие вкусы не зашли но вишня как вы наверное знаете что я очень люблю альфакеровскую вишню она мне нереально зашла и персик мистер персик просто зашел очень интересно табак из Ирана ну как мы знаем Иран очень известен кальянами в плане деревянных кальянов и собственно табаком на рынке России очень мало предоставлено иранских табаков поэтому это такой можно сказать прорыв но сейчас я затянусь и расскажу вам самое интересное что меня просто дико зацепило в этом табаке меня зацепило то что табак упакован в виде консервы не знаю для вас это плюс или минус но для меня это просто круто когда ты понимаешь что твою пачку никак не могли вскрыть и подменить что-то в ней и она реально законсервированная я ее специально не открывал чтобы показать вам как это собственно все выглядит и мы ее сейчас собственно откроем ааа блять так вот так это у нас происходит и собственно вот так мы ее открываем вот так внутри у нас фольговый пакет наполовину прозрачный с вот таким вот сырьем да сразу это видно вирджиния очень светлая почти желтоватая сока в ней не так много ааа бана кстати прикольно пахнет ааа и так вот собственно что я хочу в оконцове сказать про этот табак в том что он реально интересный тем что он ничем не интересен ааа также они будут делать дегустацию своего табака я думаю кто в москве они могут собственно на него приехать ааа будет проходить это 9 июля в 7 часов вечера в кальяная лаборатория по улице Дмитрий Ульянова 5 так что если вы реально хотите покурить самый обычный табак который по ароматике очень похож на нахлу без грамма химии то собственно приезжайте на эту дегустацию возможно мы там с вами увидимся я там тоже буду ааа ребята попросили их немного осветить ааа такой кальянной культуре через презентацию то есть я там чтоб немного поснимал да возможно доля рекламы здесь есть в этом видео но реклама лишь является тем что я приглашаю всех на презентацию этого табака она будет абсолютно бесплатная никто ничего не теряет я думаю и покурить этот табак и удостовериться в моих словах ааа нужно обычный табак не сильно крепкий приятный обыденный повседневный так что это до воды это обзор табака sirius не переключайся а а а Субтитры подогнал «Симон»